От создателя ужасов деревни Врановое, а также истории Ордан и Мосян, уже полюбившегося вам автора Ольги Рубан. Новый эксклюзивный фильм ужасов под вашими веками «Ущелье Азы». Написанный и озвучен специально и только для зрителей канала Некрофос. Поприветствуйте автора в комментариях прямо сейчас и приятного погружения, господа. Артем выпался с палатки, демонстративно не глядя на отца, отошел за ближайшее дерево отлить. «Не спится?» – спросил его Дмитрий, плеснул немного розжига на остывающие угли. Те вновь пышно разгорелись, озарив вековые кедры, густо обступившие маленький лагерь. Артем пробурчал что-то неразборчивое. Вовсе не ответить отцу он не решался. В который раз уже за этот бредовый поход он подумал, насколько было бы легче, если бы в битве наказаний все же победила мать. И ему пришлось бы принять эпитемью в виде лишения собственного жилья и переехать обратно к родителям. Но нет. Как и пару лет назад, когда он с тусой по пьяной лавочке умыкнул брелок от отцовской машины, случайно втащил соседский хаммер, выиграл отец. Мать тогда всего лишь предлагала отменить его летние каникулы в Анталии. Отец же... С отцом обстояло все гораздо сложнее, ибо его наказания были наполнены какой-то муторной изощренностью. Тогда он взял сына за шкирку, как кота, и увез в чистое поле под Нижнеудинском, где кроме этого чистого поля была только бесконечно тянущаяся в два конца железная дорога и горсточка копошащихся на ней мужиков в оранжевых жилетах. «Тебе уже семнадцать, сын», — сказал тогда Дмитрий. «В твоем возрасте я учился в фазанке, а попутно работал шпалоукладчиком, чтобы помочь матери и младшим. Представь, каково это — целый день махать кувалдой на сорокоградусной жаре или в лютый холод». «Типа решил на мне отыграться за свое несчастное детство?» — Артем надменно приподнял брови. «Да дело не в том. Так уж оно получается, что родители всегда хотят для своих детей лучшей жизни, чем была у них самих. И только спустя время понимают, что эта самая лучшая жизнь детям идет явно не на пользу. Сейчас у нашей семьи самый крупный в регионе строительный бизнес. Но я хочу, чтобы ты осознал, что истоки этого бизнеса тут, на этом выжженном поле». Артем с изумлением и недобрым предчувствием глядел, как отец достает из багажника здоровенную кувалду. «Я храню ее с тех пор, как реликвия», — продолжил Дмитрий. «Иногда, когда мне начинает казаться, что все вокруг слишком гладко и легко, я беру ее в руки и вспоминаю себя. Искусанного комарами и мошкой на пустынном железнодорожном полотне с фирменным рабочим загаром по контуру мокрой от пота футболки. И как вот эти самые руки снова и снова заносят над собой кувалду. На одной лишь силе воли, ибо физической силы в них уже давно не осталось. «И ты хочешь, чтобы я...» «Что?» — Артем сглопнул. «Я хочу, чтобы ты осознал, что за соседскую машину я в том числе расплатился деньгами, заработанными когда-то здесь, на этой дороге, адским трудом». Сын стушевался, опустил глаза. Видать, отец подслушал его разговор с приятелем. Артем тогда по большей части бахвалился, но, припоминая сейчас собственные пренебрежительные слова, почувствовал жгучий стыд. «Да ерунда!» — говорил он тогда, попыхивая кальяном. «О, чё, достал бумажник и всё уладил. Думаю, в том бумажнике не сильно-то и убыло. Зато визгу было, словно ему всю оставшуюся жизнь теперь придётся мести улицы, чтобы расплатиться с тем упырём». Хотелось сказать отцу, что на самом деле он так не думал, что искренне сожалеет о своей глупой, пьяной детской выходке, что по-настоящему испугался тогда и был безмерно благодарен отцу, что тот всё быстро решил. А те слова... Он тогда просто рисовался, кичился богатым родителям. Но он не мог этого сказать. «Не сейчас. Отец решит, что он попросту лепит горбатого, чтобы избежать наказания. Поэтому, когда отец вложил ему в руки кувалду, он молча повиновался». «Я хочу, чтобы ты начал ценить то, что имеешь», — говорил отец, мягко подталкивая его к группе в жилетах. «Ведь что легко даётся, с тем легко и расстаёшься. Я не жалею, что ты родился с золотой ложкой во рту. Но когда-то наш с мамой бизнес перейдёт в твои руки, и я боюсь, что ты не сможешь его удержать». Сейчас, сидя у костра, он снова отчётливо вспомнил и полученный там тепловой удар, который почти на неделю вложил его в постель, и надорванные связки, и кровавые мозоли. И то, как ещё очень долго он не мог сжать руки в кулаки или ухватить медиатор, чтобы побренчать на гитаре. И вот он снова проштрафился. Мать предлагала лишить его квартиры, куда он на своё восемнадцатилетие с помпой переселился от стариков. И это действительно стало бы для него страшным ударом, потому что он уже привык жить отдельно и проводить время так, как считал нужным. Но, с другой стороны, сейчас он не морозил бы задницу в сыром лесу, а спал бы на отличном ортопедическом матрасе под пуховым одеялом. Впрочем, отцовское слово, как всегда, перевесило. Сколько Артём себя помнил, отец был против тривиальных наказаний или поощрений, считая покупку новой игрушки или запрет на какое-то удовольствие пустой тратой денег и сил. Так что придётся болтаться по этой чаще ещё два дня. Завтра к обеду, если верить отцу, они доберутся до того монаха-отшельника, а потом ещё сутки на обратный путь. До Верхней Гутары, где на жалком аэродроме, их остался дожидаться отцовский вертолёт. «Здесь всегда остаётся моё сердце, сынок», произнёс Дмитрий с задумчивого раша веточкой угли. «Давным-давно, когда я пацаном был, меня брал с собой в Тафаларию дед. Но то были большие походы, не чита о нашей теперешней вылазке. Почти две недели мы шли пешком от Верхней Гутары до Алакджера, а по курсу умней души. Лишь ущелья, горы, ледники и реки. Тогда-то я и научился выживать. И в прямом, и в переносном смысле». «Вроде бы», — плаксиво промямлил Артём, «воспитательная беседа на завтра назначена». Он не был слезливым размазнёй, но за последние сутки так чудовищно вымотался, что губы у него дрожали теперь постоянно. Перед самой ночёвкой он, ко всему прочему, свалился в речку и, сидя с жопой в ледяной воде и глядя на хохочущего отца, еле сдержался, чтобы не закатить истерику. Это унизительное происшествие окончательно его доконало. Всё, чего хотелось, чтобы идиотское приключение как можно быстрее закончилось, и он мог вернуться домой к своей обычной жизни. Дмитрий, глядя на сына, умолк, мысленно прослеживая собственный путь. В девятнадцать он заочно учился в Иракутском политехе, снимал комнату в малосемейке и работал от зари до темна на стройке, чтобы оплатить и учёбу, и жильё. И вот перед ним его плоть от плоти. Дурацкая сжиманная прическа, дурацкий пирсинг в брови, вычурные шмотки, продав которые, можно выдать зарплату небольшой бригаде. Надменный, вечно всем недовольный взгляд, презрительно кривящиеся губы. Я же уже сказал, что, сожалею, Артём не выдержал испытующего отцовского взгляда. Он уже сто раз сказал, что готов искупить. Если хочешь, ну, пойду работать к тебе на стройку, чтобы расплатиться за... Отец расхохотался. Долго же ты будешь там стоять на метле, чтобы возместить ущерб церкви. Один сломанный аналой, которому больше двухсот лет, оценили в триста тысяч. А вместе с испорченным иконостасом ущерб составляет около восьми миллионов. «Да почему на метле? Или ты реально думаешь, что я дебила?» Спросил Артём, стараясь скрыть растерянность от озвученных сумм. «А что ты ещё умеешь, а? Всё, чему ты к девятнадцати годам научился, это жить припеваючи за мой счёт и мне же демонстрировать все признаки недовольства». Дмитрий прикрыл глаза. Он не хотел срываться. Только не здесь, не в Туфаларе. Надо помнить, что Тёмка не сам по себе стал таким. Это плод их с Мариной любви и воспитания. Артём некоторое время сверлил отца взглядом, потом, тщательно разделяя слова, произнёс. «Я сожалею, что нас засекли и что тебе опять пришлось доставать бумажник. Но я не сожалею о том, что сделал. Не в этот раз. Церковь — это лгуны и мошенники, которые мешают простым смертным наслаждаться своей единственной жизнью, чиняя им бесконечные запреты и ограничения. А ведь даже римляне говорили «Ешь, пей, веселись, после смерти никакой родости». Греки. Что? Это греческое выражение. «Да пофиг!» — Артём отмахнулся, не позволяя отцу сбить его с мысли. «Нету там ничего. Нет никакого потом, рая, ада и прочей чепухи. А попы убеждают в обратном. Сами, облачённые в золото, выкачивают последние копейки из сирых и убогих, обещая взамен некое посмертное блаженство. Ну да, беспроигрышный вариант. Ведь ясно, что ни один не вернётся оттуда и не потребует свои деньги обратно. «А меня ты тоже относишь к категории серых и убогих?» с ироничной улыбкой спросил отец. Артём отмахнулся. «Да ты туда ходишь из суеверного страха всё потерять. Они этим тоже пользуются. Этих заповеди. Самоубийство, карается, дескать, вечными муками. А вот добровольная смерть за царя на поле боя — великий подвиг. Хотя, по сути, это одно и то же. Я уж молчу про «не убей». Весь их спектакль построен на людском страхе. И ты это поддерживаешь постоянными пожертвованиями вместо того, чтобы... Да если бы все разом, ну, объявили бойкот и не пришли больше на представление, то церковь со всем её содержимым не продержалась бы и года. Ведь пришлось бы не только кадилам махать и разглагольствовать о рай и аде. Но ещё и так-то работать. Дмитрий некоторое время молчал, потом кивнул каким-то своим мыслям. Я правильно сделал, что повёл тебя сюда. Тебе явно не хватает веры. Да не нужна мне никакая вера, пап! Спектакль? Ну что ж, мы на верном пути. Завтра ты увидишь спектакль одного актёра и посмотрим, что ты скажешь тогда. Ладно, иди спать. Юноша тут же юркнул в палатку, трясясь от холода, стыда и злости. Они не были слишком близки с отцом и, кажется, сейчас он, Артём, впервые выплеснул на него что-то очень болезненное, личное, можно сказать, интимное. Но на сей раз никакой вины он за собой действительно не чувствовал и только радовался, что ему повезло не попасть на видео тех доходяк, что их засняли. Он бы никогда не смог смотреть маме в глаза, если бы она увидела его со спущенными штанами на злосчастном аналое и Ленку. Аналой — предмет, используемый в христианском богослужении. Высокий столик с покатым верхом, на который кладутся Евангелие, крест и иконы, выставляемые для поклонения верующих, и вокруг которого священник обводит новобрачных при совершении обряда венчания. «Отец Иаков!» — крикнул Дмитрий, неуверенно остановившись у тонкой белой полосы окружающий пятак вытоптанной земли, напоминающий армейский плац посреди густой тайги. Сверху он, наверное, очень походил на круглую пляж на макушке кудрявого человека. Артем впервые за поход не мог скрыть своих эмоций и, открыв рот, таращился и на совершенно голое пыльное плато, иностранный провал по центру, напоминающий приоткрытый беззубый рот, и на жуткое дряхлое строение, зависшее на самом краю этого провала. Вспомнился старый фильм, где примерно в такой же халупе жила Мэрил Стрип, до визга боящуюся риэлторов. Из-за угла дома вышла женщина в черной хламиде с выглядывающим из-под нее белым чипцом и с металлическим ведром в руках. «Мир вам!» откликнулась она, махнув рукой. «И духу твоему», несколько растерянно отозвался отец, «Мы можем выйти?» Женщина оставила ведро и подошла к гостям. «Эти двери всегда открыты для детей божьих», напевно произнесла она. «Проходите, только насыпь не повредите». Отец с сыном старательно задирая колени переступили символический рубеж. «Эм...» Отец Иаков спросил Дмитрий. «Он приставился три года назад?» «Ох, как жаль!» «Меня зовут Сергей». «Сергей мужское имя», встрял в разговор Артем. «В царстве Божьем нет ни мужчин, ни женщин. Есть лишь воины света», ответила женщина с улыбкой, изучая гостей. Улыбка Артему, всегда неприязненно относящемуся к церковникам, показалась фальшивой и натянутой. «Мы не вовремя, матушка. Вы всегда вовремя. Просто мне надо кое-что доделать, подготовиться. Ночка будет горячая, поэтому ночлег предложить не смогу». «Да не беспокойтесь, матушка, мы ненадолго. Хотел вот только сыну показать ущелье и с отцом Иаковым познакомить. Но раз он скончался, может, вы уделите нам немного времени. «Мы поможем вам». Он скинул рюкзак и, подхватив оставленное ведро, продолжил возводить насыпь. Артем увидел, что в ведре простая соль. Но уж нет, в таком он участвовать точно не будет. Он отвернулся к дому и оглядел это воистину инфернальное сооружение. Когда отец в своих пространных и малоинтересных рассказах описывал жилище и аскетичный, наполненный Божью благодатью быт отшельника, Артем представлял себе крошечную избушку, ну, возможно, с прилепившейся к ней дряхлой самопальной часовенькой. Но отнюдь не это. Перед ним возвышался двухэтажный, закопченный до черноты деревянный барак. Огромный, мрачный, с резными наличниками на многочисленных узких, как бойницы в окнах, с вырезанными по всем выпирающим частям образами уродливых святых, сложивших корявые, грубо сработанные руки в молитвенных жестах. Стены казались мерзко-пестрыми от густых белесых росписи, словно некто, без сомнения, безумный, как шляпник, бродил вокруг, и в пароксизме приступа веры или под воздействием более понятных веществ, без устали царапал лезвием по рыхлому горелому дереву. Помилуй мя грешно го, и паки грядущего, со славой судите живым и мертвым, чаю воскресения мертвых, прииди и поселись в нас, когда будут поносить вас и даруй мизрете моя прегрешение не осуждайте. Артем, невольно зачарованный диким чтивом, обходил здание вокруг и в какой-то момент оказался на краю пропасти. Да, с одной стороны Мэрил Стрип было гораздо хуже. Здесь дом хоть и кренелся над провалом, но все же хлипкие подпорки пока не требовались. Между задней стеной дома и краем пропасти оставалась узкая полоска земли. С другой же стороны Мэрил Стрип в случае обрушения хотя бы знал, куда обрушиться. Чувствуя дурноту, Артем уцепился за какого-то выпирающего из стены святого и заглянул в разверстую пропасть. Может, ущелья и не было слишком глубоким, но дна было не видать из-за густого пара или дыма, клубами поднимающегося снизу. Густого и явно горячего, потому что покрытые толстым льдом отвесные стены таяли, потели, истекая каплями и ручейками молочного цвета. Это ущелье Азы. Артем подпрыгнул от неожиданности, потерял опору, но тут же почувствовал крепкую отцовскую руку, ухватившего его за шиворот. «Я бы на твоем месте не подходил так близко в твоих макосинах», Дмитрий оттащил его от края. «В таких только на танцполе зажигать, а тут, как видишь, кругом лед. Из-за тебя чуть было не...» Артем облизнул губы, нервно скинул отцовскую руку с плеча. Было обидно, что отец снова ткнул его носом в его якобы неприспособленность, словно не помнил, что макосины ему пришлось надеть лишь потому, что туристические ботинки он насквозь промочил вчера, когда упал в речку. «А что там горит-то?» спросил он. Понятия не имею. «Загадка природы?» ответил Дмитрий, довольный, что ущелье произвело на сына впечатление. «Не будь оно в такой труднодоступной глуши, тут наверняка ежедневно болтались бы толпы ученых. Но, слава Богу, знают об этом месте лишь тофы, церковь и горсточка туристов вроде нас». Дмитрий, держа перед собой ведро с солью, шагнул на узкую тропу, отделяющую особняк от края пропасти, и у Артема заныло в желудке, ведь отцу придется передвигаться там, боком, по скользкой, покрытой, подтаявшей из морзью земле. Но тут подоспела монашка и забрала у него ведро. «Здесь я сама, спасибо». Оно уверенно и проворно пробежалось и насыпало тонкую соляную полоску вдоль задней стены. До Артема донеслись певучие обрывки. «Будь нам крепкий поборник на вся враги видимы и невидимы, яви нам заступление от истязателей на воздушных мытарствах». Артем с сарказмом покосился на отца. Он действительно рассчитывает, что это безумное бабище в рясе может на него благотворно повлиять, но Дмитрий с просветленным видом наблюдая за женщиной не заметил его взгляда и мягко произнес. «Азе — это дьявол на языке тофов. Есть у них легенда. Когда-то в незапамятные времена пришел дьявол к Богу и попросил земли, чтобы вершить на ней свои черные дела. Господь отказал. Дьявол пришел снова и попросил земли поменьше, потом еще меньше, еще но Господь все равно не соглашался. Тогда дьявол попросил у него совсем немного земли, ровно столько, чтобы поставить свою трость. Господь в надежде, что дьявол от него наконец отвяжется, согласился. Дьявол воткнул свою трость в землю и так возникло это ущелье. Артем недоверчиво хрюкнул. Ну да, типа там внизу ад горит? Бог его знает, что там горит, Темка. Дмитрий подобрал земли камешек и кинул в пропасть. Они прислушались, но так и не услышали, как тот достиг дна. Может, там внизу какие-то торфяные залежи вдруг время от времени начинают леть. Может, это древний вулканический разлом, а может, и что-то другое. И этот дом здесь давным-давно. Дед рассказывал, как его дед приводил его сюда. И дом стоял на этом самом месте, а это, считай, уже около ста лет. Еще скажи, что и монашка это здесь тоже сто лет. Нет. Когда дед был маленьким, тут жил старец Серафим. Когда я был мальцом, нас встречал не старый еще монах Иаков. А теперь вот караул несет матушка Сергия. Матушка закончила нас и пристроила пустое ведро у крыльца и, отряхнув руки, пригласила мужчину в дом. Артем с некоторой тревогой снова оглядел на виши над ним черный фасад с маленькими окошками, так похожими на паучьи глаза. Такой дом куда больше подошел бы в качестве декораций к ужастику, вроде того, где безумные людоеды гоняются с бензопилой за туристами, нежели в качестве жилища святой монашки-отшельницы. Заходить туда не хотелось, но он понимал, что чем раньше туда войдет, тем быстрее экзекуция закончится. На улице светило солнце, но в холле было почти темно, несмотря на окна. Казалось, они были просто нарисованы на стенах вместе с веселеньким солнечным днем за ними. Освещение же целиком возлагалось на ненадежный, зыбкий свет до потопных газовых рожков тут и там торчащих из стен. Сами стены были густо увешаны старыми, потемневшими жуткими иконами, разнокалиберными распятиями, а также стеклянными мутными коробочками, в которых едва различались какие-то желтые косточки и тряпки. Артем предположил, что это чьи-то мощи. Все внутри дышало такой чудовищной дряхлостью, что юноша невольно ступал по покосившемуся полу почти на цыпочках, словно каждую секунду, опасаясь провалиться в подвал, если таковой в доме имелся. Оглядевшись, он заметил у дальней стены крутую, узкую и без сомнения страшно скрипучую лестницу, ведущую в верхнее помещение. А у подножия ее и лицом к ней стояло зеркало, словно приглашая спускающегося полюбоваться на себя красивого. От пола до самого потолка это было затейливое произведение искусства из переплетенных деревянных вензелей, цветов и виноградных лоз, а самую верхушку его представляло что-то, что Артем тут же с удивлением определил, как козлиную морду со спиленными рогами. Огрызки этих рогов и подпирали потолок. Ну, точно ведьмина берлога, блин, изумленно подумал он, подойдя и заглянув в зеркало. Стекло было темное, истарапанное, со множеством трещин, сколов и такое мутное, что в нем с трудом можно было различить разве что очертания предметов. Сам себе в нем он виделся этаким мрачным и бесплотным духом на первой ступеньке лестницы, ведущей явно не на небеса. Артем оглянулся на отца, который в этот момент выкладывал из своего рюкзака пакеты с крупами, макаронами, мукой. Со дна он кряхтя вынул большой полотняный мешок солью. «Больше бы не донес, матушка, но в гутаре я поговорил с местными, через месяц охотники пойдут в вашу сторону, они принесут еще». «Ох, соль в этом году постоянно не хватает», посетовала Сергия, с благодарностью взвешивая в руках мешок. «Очень уж неспокойный был год». Она аккуратно пристроила мешок под притулившийся у стены кривоногий стул и оглядела отцовские дары. «Я как-то птичка Божия, что не сеет и не жнет, но Господь все же питает ее», ласково произнесла она и поясно поклонилась Дмитрию. Артем смурщил нос, вечная эти православные повсюду приплетают своего бога. Будь оно так, продукты сыпались бы ей с неба, черт возьми. Но тот факт, что их принесут на своем горбу простые смертные, оторвав от собственных запасов, конечно, в расчет не принимается. Неудержавшись, он поинтересовался, кивнув на зеркало. «А это что у вас, реквизит из Дракулы?» Артем возмущенно прикрикнул Дмитрий и из-за спины женщины показал парню кулак. «Не слушайте его, матушка, пожалуйста». «Отчего же?» Сергия подошла и бережно подтерла покоробленное стекло платочком. «Этому зеркалу уже больше ста пятидесяти лет. Говорят, старец Серафим привез его с собой из великанов городского монастыря. Одному Богу ведомо, как он тащил такую громадину через горы и реки». «Ну, так-то странная вещица для монастыря», пробормотал Артем. «О чем ты?» «Ну, вроде как, там ведь дьявол наверху». Монашка задрала голову к потолку, потом сухо улыбнулась и ответила. «Ну, какой же это дьявол, дитя? Это корзина с фруктами. Потолки здесь высокие, но все же не дотягивают до монастырских. Вот и пришлось верхушку спелить, чтобы и зеркало встало. Это ручка от корзинки, а не рога, как тебе могло показаться». Артем смутился. Да уж неловко вышло. Теперь монашка, конечно, решит, что он бесноватый, поэтому, и видит повсюду нечистого. «Вы голодны?» произнесла она без вопросительной интонации. «У меня есть чай, мед и свежий хлеб». Она позвала гостей за собой, но Артем задержался у зеркала, разглядывая корзинку с фруктами. Казалось, сейчас, когда Сергия объяснила, иллюзия должна бы рассеяться, но он так и не увидел ничего похожего ни на корзину, ни на фрукты, зато по-прежнему отчетливо различал козлиную морду с глумливо прищуренными глазами, свисающей с подбородка жидкой бороденкой и спиленные наполовину рога. Он нехотя отошел от зеркала и двинулся на голоса по страшно узкому и донельзя загроможденному коридору. Какие-то обитые железом сундуки и на вид страшно тяжелые шкафы, мимо которых Артем пробирался с особенной опаской, боясь наступить на неправильную половицу и обрушить на себя пару центнеров оконемевшего дерева, покрытого древним вставшим на дыбы лаком. Коридор закончился просторной гостиной, в которой не было ничего кроме круглого, накрытого застиранной белой скатертью стола, продавленной тахты в углу и нескольких стульев и окон. Вот матушка привел вам плод своих чресл, чтобы посмотрел, чем и как другие люди живут и, быть может, пересмотрел свой взгляд на мир. Привел и молодец, кивнула Сергия и со сдержанным сожалением добавила. В другое бы время так и оставались бы, сколько захотите, на рыбалку бы сходили, рыбы в рек, хоть руками лови, но сегодня никак, загодя до темноты уходите. Я понимаю, матушка, не беспокойтесь. Детям тут сегодня делать нечего, как и любым неокрепшим душам. Артем саркастически скривился, догадавшись, что под детьми подразумевают его, но промолчал. Не хотелось лишний раз драконить отца, а то из вредности тот вполне может и затянуть прогулку еще на несколько дней. Например, отвезти его пешком до того самого Алгджера, где бы это ни было. Тем более, что папаше это кажется действительно в кайф. Артем пренебрежительно оглядел простенько накрытый стол, взял кусок хлеба и с некоторой опаской макнул его в миску со светлым желтым медом. Оказалось неожиданно вкусно. У меда был вкус детства. Внезапно вспомнился прадед, бродящий среди аккуратных ульев коренастой фигуры в шляпе с сеткой, жужжание пчел. Он с удовольствием занялся едой, в полуха чистой из вежливости слушает тягучую напевную речь монашки. Место это всегда охранялось церковью, а вот дом достаточно молодой. До его постройки монахи приходили сюда по одному и жили в землянках. Когда один готовился предстать пред Господом, ему на смену приходил другой. Около двухсот лет назад прознал об этом месте один иркутский купец и решил построить для монахов большой дом. Дескать, жить коммунно и вместе противостоять злу гораздо легче. Но одним словом идея оказалась неудачной. В первый же год все монахи приставились и церковь решила нести караул по старинке по одному. Отчего они умерли-то поинтересовался Артем с набитым ртом. Точно уже никто не помнит. Кажется, это был гриб? Да, кажется, гриб. Сергия замялась, пожала плечами и тут же переменила тему. Не каждый способен выдержать подобную изоляцию, поэтому отправлялись сюда только те, кто готов был принять великую схему. Как правило, схимниками становились древние старцы или безнадежно больные монахи, ибо путь схимника путь самоотречения, затворничества и неустанной молитвы, но такие сюда, конечно же, не годились. Но порой ко второму крещению, как еще называют великую схему, были склонны и молоды, здоровы, готовы посвятить всю свою жизнь молитве и принятию на себя боли за весь мир. Именно таких церковь и отправляют сюда держать удар. Такими были и Серафим, и Яков, а до них Феодор и Анатолий, многие другие, кто и ныне продолжает служение Господу, но уже на небесах. Так этим вы занимаетесь тут, спросил Артем. «Ну, я имею ввиду просто молитесь?» Монашка устала, улыбнулась и кивнула. «Труд молитвы самый тяжелый труд дитя», ответила она, «Ибо результатов своих трудов ты не видишь и только свято веришь, что они есть. Трудно только жить одной в таком огромном доме, содержать его в чистоте и святости. Порой чувствуешь тут себя как хорошина в банке, а зимой того хляща печка давно развалилась. Добрые люди принесли буржуйку, забиваюсь в самую маленькую келью и только буржуйкой этой спасаюсь в морозы. Думаю, может, стоит последовать опыту праотцов и снова вырыть землянку. Так почему тут из-за этого ущелья Сергия кивнула. А что там зло, коротко ответила монашка и подлила гостям еще чаю. Артем открыл рот, чтобы продолжить расспросы, но заметил предостерегающий взгляд отца и умолк. Врыхнулось раздражение. Разве не за этим старик притащил его сюда? Он поглядел на серге, худая, как жертв, обвисшая, потрепанная, мешки под глазами и спещренной глубокими морщинами лоб. А ведь видно, что не старая. А сколько вам, спросил он, а тут же поспешно добавил. Знаю, это неприлично спрашивать о таком женщину, но вы ведь сами сказали, что в божьей армии как-то матушка рассмеялась. Мне тридцать три дитя, Христов рубеж. Артем захлопал глазами. Он рассчитывал, она скажет, что ей немного за сорок, потому что выглядела она на все шестьдесят. Сергия, верно угадав его мысли, грустно улыбнулась, а потом посерьезнела. Несколько раз в год здесь происходит плохое, Артем. Иногда два раза, иногда двадцать. Одно только и спасает, что место это изолированное, глухое и безопасное для людей. Неожиданностью для нас, химников, это не является, ибо за несколько дней или дни к покрывающей ущелье начинает таять. Тогда мы готовимся, выпроваживаем паломников, возводим нас и подготавливаем свои душу и тело к испытанию. Испытание длится от заката и до рассвета, но выматывает так, словно занимает годы. Потому то в свои тридцать три я выгляжу гораздо старше дитя. А что за испытание? Монахиня поджала дряблые, сморщенные губы и покачала головой. Ну, а как вы пришли к этому, допытывался Артем, сделано простодушным видом? Ну, я имею в виду вообще монашество. Это вопрос веры, и... Она умолкла на мгновение, и вдруг бодро произнесла «Кушайте, хлеб только утром испекла, чай свежезаваренный». «А вы сами даже не притронулись», произнес Дмитрий, отламывая от пышной булки еще кусочек и макая его в мед. «Я сегодня только воду пью», отмахнул из Сергея, «Иначе тяжело будет». Стало гораздо темнее, и Артем машинально взглянул на окна, выходящие на ущелье. За ними густо, как в бане, клубился пар. Какие бы процессы ни происходили на глубине, они явно усилились за то время, что они с отцом провели в доме. Окна запотели, измелись мутными, серыми, как пепел, каплями. Сергея проследила за его взглядом и напряглась, посуровила. «Не хочу показаться негостеприимной, но произнесла она с извиняющимися нотками в голосе. Отец тут же поднялся. Артем почувствовал облегчение и даже мысленно поблагодарил монашкино зло, которое не позволило визиту мучительно затянуться. Это место веяло жутью и безнадегой, и он был рад наконец его покинуть. Кроме того, его раздражала нарочито слащавое гостеприимство, за которым Сергий никак не удавалось утаить явное желание как можно скорее от них избавиться. «Благословите, матушка, сына моего», попросил Дмитрий, закидывая на плечи почти пустой рюкзак. «Господь благословит», ответила она, «а я помолюсь за вас обоих. Пойдемте, я провожу вас». Они вышли в какой-то разом потускневший день и прошагали в молчании через плоту. Пока отец тепло прощался с женщиной, Артем поднял глаза и увидел, что густое парение уже высоко поднялось над черной и облезлой крышей барака, закрывая собой солнце. Цвет парения тоже поменялся. Из молочно-белого, когда они только пришли, он стал кирпичным, напоминающим стену песчаной пыли. В какой-то миг Артему показалось, что эту стену прошила тонкая ветвистая молния. Но сколько он не всматривался, явление больше не повторилось. Насыпь не повредить, напряженно предостерегла Сергия. Они снова аккуратно переступили через соляную полосу и двинулись прочь. Артем еще раз оглянулся, и сердце его невольно сжалось. Худенькая фигурка монашки выглядела такой маленькой и одинокой на фоне огромного черного строения и оранжевой колубящейся стены за ним. «Матушка!» крикнул он. «Отчего защищает эта насыпь?» Женщина что-то ответила. Он не расслышал, видел только, как шевельнулись губы на побелевшем лице. Он мог ошибаться, но вопреки ожиданиям она ответила явно не отзыва. Кажется, она произнесла от меня. Дичь какая-то. Артем запнулся корягу и тут же свалился бы, если бы не крепкая рука подхватившего его отца. «Под ноги смотри», пробормотал Дмитрий и Артем, последовав его совету, больше не оглядывался. Они не прошагали и пары часов, когда внезапно стемнело. Идти в глубоких сумерках стало опасно, и им пришлось досрочно устраиваться на ночлег. Отче Артем ставя палатку решил нарушить обет молчания, которое они негласно приняли после ухода от Сергия. «А зачем ты меня к ней водил-то?» Он обращался к отцу отче по нескольким причинам. Папа, казалось, ему звучало по-детски, отец пафосно театрально, а батя отдавал чем-то грубоватым, босяцко-плебейским. Кроме того, он знал, что это обращение отча, его отличающегося набожностью отца, не на шутку раздражает. «Чтобы ты посмотрел, как некоторые живут, и стал менее потребительски относиться к жизни родным, чтобы увидел веру и то, как во имя этой веры кто-то жертвует собственной жизнью». Он помолчал, даже если это вера лишь иллюзия. Артем шумно выдохнул во все глаза, глядя на отца, который бродил вокруг и собирал валежник для костра. «Ты слава яйцам, Артем! Ну, я хочу сказать, я не ожидал, что ты понимаешь. Думал, начнешь сейчас задвигать за религию, за всякие там святые таинства, а по факту он задумался, подбирая слова. «А ты не думал, что она ведь живет именно так? Отчего ты хотел бы меня отучить, а?» «Что за нелепость, россиян, отозвался Дмитрий?» «Ну, сам по суде, она ведь нихрена не делает». «Ну, то есть делает, но это по сути какая-то совершенно бесполезная фигня. Я играю на гитаре и тусую с друзьями, а она сыпет соль и молится. Ты живешь в свое удовольствие, а она...» «Да откуда ты знаешь, что она не получает удовольствия?» «Может, именно этим она и мечтала заниматься всю свою жизнь?» «Ведь не в кандалах же ее сюда пригнали». Отец задумчиво молчал. «А эти ее речи про птичку по сути, живет за счет сердобольных паломников, которые ее регулярно снабжают хавкой и припасами. Ну, так же, как я, живу за ваш счет. Я тоже могу сказать, что я птичка божья. Не сею, не жену, но Всевышний меня тем не менее питает. В то время, как питает меня вовсе не Всевышний, а вы с мамой». Отец усмехнулся, покачал головой, невольно признавая, что сын в чем-то прав. Соорудил костер и уселся рядом, глядя на занимающийся огонь. «Ты меня уделал, сын», произнес он. «Вот, честно, я с такой стороны даже не рассматривал». Он достал походную сковородку и, вывалив на нее из консервных банок гречку с тушенкой, аккуратно пристроил на огонь. «Но, знаешь», продолжил он задумчиво, «Мне все же есть что возразить. Не подумай, что я верю во все это, но нельзя отрицать некоторые моменты». «Какие это?» Артем с нетерпением ждал отцовых слов. Впервые тот говорил с ним на равных, не просто слушал его, а слышал и размышлял над его словами, а не просто отмахивался, как отнесу разные чуши, которую может выдать лишь его инфантильный, неблагодарный, ни на что негодный отпрыск. Ну вот, насчет птички божьей, например. Если я вдруг перестану содержать тебя, придут ли мне на смену какие-то дремучие селяне, а? Станут ли отрывать от себя кусок, чтобы прокормить тебя? Но, быть может, это Бог не позволяет селянам или кому-то еще забыть про одиноко живущую в Тафаларской тайге монахиню, а? Быть может, именно его заботами у них есть достаточно, чтобы без особого ущерба для себя оторвать от своих запасов и поделиться с ней? Артем молчал. Они ведь регулярно ходят к ущелью, несмотря на то, что она находится в стороне от охотничьих троп, помнят, чтят, благодарят, чем могут. А за что благодарят, а? Быть может, за что-то зыбкое, всего лишь за ощущение, за иллюзию безопасности, а может, и за что-то большее. Ведь все это длится не десятки, а сотни лет, сын. Но а то ущелье... В детстве я видел его каждое лето, и лишь несколько раз таким, какое оно было сегодня. Никто не знает, что там происходит на самом деле. Большую часть времени это просто ущелье, узкий, ничем не примечательный провал в земле, покрытый ледником. Но время от времени оно начинает нагреваться. Никто не знает, что это за источник тепла. Но монахи, несущие караул, в это время задраивают люки, выпроваживают посторонних, и... Дмитрий умолк, подбирая слова. Молятся? Артем скептически скривился. Понятия не имею. Отец покачал головой. Но никто не может с уверенностью сказать, вопрос это всего лишь вера или действительно выживание человечества. Они умолкли и в уютном молчании, которое бывает только между близкими людьми, поужинали кашей и хлебом, который завернула им в дорогу матушка Сергия. В самом начале пути Артем оттошнила от поход на еды. Он брезговал есть из закопченой сковородки, которую отец не мыл, а лишь формально споласкивал в ближайшей речке, предварительно отбив присохшие объедки от дерева. Его раздражал неизменно присутствующий в любом блюде вкус тушенки. Раздражала и небрежность приготовления, и неаппетитный вид еды, приготовленный по принципу вывали и разогрей, и необходимость есть с отцом из одной грязной посудины, загребая ложкой со своей половины. Все время мечталось о высоком стакане свежевыжатого сока с пенкой, мечталось о белом фарфоре, на котором скворчит только снятый с гриля толстый сочный стейк, присыпанный мелко порезанной душистой зеленью. Однако сейчас он впервые за время похода поел с удовольствием. То ли привык, то ли визит к монашке все-таки сослужил добрую службу. Но он склонялся к тому, что это лишь от осознания, что скоро все закончится, завтра к вечеру они вернутся в Гутару. Быть может, там есть какая-никакая столовая, где они смогут что-нибудь сточить перед вылетом. Каждый из своей тарелки. Когда каша была съедена, Дмитрий поднялся, похрустел затекшими коленями и пошел к шумящей неподалеке речушке сполоснуть сковородку. Артем тут же хищно завладел оставленной отцом пачкой сигарет и закурил в блаженстве прикрыв глаза. Отцовские сигареты были противные, вонючие, но сейчас он этого почти не замечал. Или тоже привык. Когда он услышал внезапный вскрик и последовавший за ним громкий всплеск, то сразу понял, что отец свалился в речку и, вспомнив, как тот хохотал над ним днем ранее, не смог удержать злорадную ухмылку. Но когда прошло несколько секунд, а до него не донесли сприличествующий случай ругательства, он насторожился. «Отче, ты как там?» осторожно крикнул он. Ответа не последовало. Он вскочил, отбросив окурок и всмотрелся в ночь, изо всех сил напрягая слух. Тишина. Артем сорвался с места и через несколько секунд уже был на берегу. Над речкой стоял небольшой туман, и он не сразу разглядел отца. Тот лежал на спине в мелкой, весело бегущей по камням воде, от головы его расползалось и уносилось прочь бурое пятно. «Попо!» завопил он, спрыгнул с небольшого обрыва и поднял отцовскую голову из воды. Дмитрий сдавленно застонал, махнул перед собой и снова уронил слабую руку. Кое-как Артем выволок отца на берег и, содрогаясь, глядел его голову. Ясно было, что тот в потемках упал и неудачно ударился головой о камни. Ударился виском. Что делать? Артем некоторое время сидел, держа отцовскую голову на коленях и, вглядываясь в его лицо. Тормошить его он боялся и лишь отчаянно мечтал, что тот вот-вот вздохнет, откроет глаза и сядет, смущенно посмеиваясь и потирая ушибленное место. Но шли минуты, а папа по-прежнему был в отключке. Мечащийся взгляд выхватил валяющуюся неподалеку сковородку. Да что толку было ее полоскать, промелькнула обиженная мысль. Все равно она чище не стала бы. Он разревелся, громко, по-детски, надувая носом пузыри и захлебываясь. Сознание заволокло паника. Да, в деревне знают, что они пошли к монашке. И в МЧС они зарегистрировались. Но как скоро и хватится. Он подозревал, что в лучшем случае завтра к вечеру, когда истечет срок аренды парковочного места папиного вертолета. А поиски, скорее всего, начнутся только послезавтра с утра. Да и сколько времени уйдет на поиски. Что делать? Оставаться на месте, вернуться к монашке, тащить отца в верхнюю гутару? Последний вариант казался ему наиболее привлекательным, но он отмел его сразу. Он понятия не имел, куда идти. Он даже не пытался запоминать дорогу или отмечать какие-то ориентиры, всецело полагаясь на отца. К тому же припомнились крутые горы, скользкие от толстой наледи, бурные речки с ненадежной скользкой переправой в несколько камней. И как он переправит там отца? И сколько времени заняла бы дорога, даже если бы он знал маршрут наизусть? Неделю? С головой у отца явно что-то серьезное. Нет, гутара отменяется. Но и оставаться на месте он тоже не может. Папе необходима помощь. Монашки вроде бы умеют оказывать врачебную помощь. Или это мифы из старых фильмов про войну? Он вытер рукавом сопля и сосредоточился. Они отошли совсем недалеко от ее жилища, когда устроили привал. Может, час-полтора, а потом как-то разом стемнело, но он не помнил направления. Запомнил только, что дорога была легкой, ровной, через приветливый пологий ельник. Он встал, огляделся и вдруг с облегчением выдохнул. Ночь стояла ясная. С трех сторон небо было по-летнему светлым, густо нашпигованным звездами, но с четвертой стороны мельтешил узкий темный участок, напоминающий дым от пожара. Клубящуюся тьму время от времени подсвечивали зорницы. Вот оно! Туда ему и надо. Он вернулся в лагерь, раздербанив палатку, соорудил что-то вроде волокуши, потом перевязал одно из своих белых футбола к отцу голову, кое-как затащил его на обрыв, уложил на волокушу и двинулся в обратный путь. Он не знал, сколько прошло времени, но когда он, едва держась на ногах от усталости, выбрался таки на плато, то заключил, что время давно перевалило заполночь. Над ущельем клубилась совершенно черная туча, и Артем не мог понять, то ли это бар, исторгаемый провалом, из кирпичного превратился в антрацитово черный, то ли просто ночь создает такую иллюзию. Клубы поднимались высоко над крышей дома, их то и дело прошивали ветвистые фиолетовые молнии. Значит, вечером ему не померещилось какая-то локальная грозовая активность, видимо, вызванная смещением холодного и горячего воздуха. Если бы не эти молнии, барак было бы не видать вовсе, но при вспышках он проступал из темноты, казался плоским, двумерным, словно вырезанным из черного картона. Артем пробежался глазами по окнам и ни в одном не увидел огонька. Конечно, монашка видит уже десятый сон. Он сдул упавшие на лицо мокрые от пота волосы, поглядел на запрокинутое бледное лицо отца и решительно взялся за ручки волокуши. Придется ее разбудить. Он напряг трясущиеся мышцы и поволок Дмитрия к дому. Дмитрия Конец первой серии. Продолжение выйдет на ютюбе уже совсем скоро. Прослушать же прямо сейчас его можно в нашем городе истории Варгарта в Телеграме по ссылке в закрепленном комментарии. Там эта история вышла уже этак два месяца назад. Если не хочешь пропускать самое вкусное и слушать не только ютюбные истории на два месяца раньше, но и те озвучки, которых ни в ютюбе, ни в дзене никогда не будет, присоединяйся к нашему городу истории Варгарта. Ссылка на вход, да ты и так уже знаешь, где она. До встречи в комментах, господа. Не забудьте поприветствовать автора. Больше года мы готовили для вас наше тайное сообщество, благодаря которому вы сможете слушать лучшие влюбимые озвучки, а мы не только находить возможность оплачивать гонорары самым крутым автором ютюба, но и стать с вами намного ближе и вознаградить вас действительно особенное тепло. Долгожданное продолжение ведьминого шабаша «Новый ведьмак Клим». Эксклюзивный сериал от Васи Кораблева «Русальная ночь». Новая книга от создателя ведьмака Клима «Темный попутчик». Еще нигде не озвученная книга Влада Райбера, «Шаман наших дней» и еще уйма долгожданных эксклюзивов, которых этой осенью не услышать нигде. Даже в Ютьюбе, но которое сможете услышать только вы. Самые лучшие авторы Моран Джурич Василий Кораблев Юлия Скоркина Тьерри Рауш Влад Райбер Аделаида Огурина Александр Рубцов Роман Башаев Рорах Ульяна Лобаева Евгений Чеширко И Множество иных предоставили или написали специально для наших зрителей совершенно новые, жутко захватывающие истории, которые вы можете прослушать только в нашем тайном городе Варгарта. А для тех, кто ожидал моих совместных работ, то у меня и для вас хорошие новости. Там же и только там уже есть и будут новые истории и сериалы, озвученные совместно с моими друзьями и коллегами. Только вы сможете услышать ансамбль голосов от меня и СМС, Нервоза, Бельфигора, Лимба и даже Кота-Бегемота. Ну а теперь к чему-то действительно особенному. Я разработал для вас секретное приложение, нечто вроде ключей от города, которые открывают вам тайные улицы с подарками. И теперь ты сможешь получать от меня аудио открытки каждое утро в своем смартфоне, озвучить со мной персонажей истории, провести со мной стрим для всех зрителей Ютьюба, созвониться со мной по видеосвязи, познакомиться поближе и поболтать за жизнь. Ты сможешь выбрать тему новых рассказов или даже сам станешь прототипом персонажа. И да, мы напишем и озвучим историю про тебя. Ну и конечно же, слушай без рекламы и интернета весь архив озвучек в аудио формате всех существующих и всех новых еще до их появления на Ютьюбе. Ну и это еще не все. Особая, долгожданная для многих приятность, которая была невозможна на Ютьюб-канале, но осуществилась в Варгарте. Ты услышишь моим голосом не только страшные истории, но и множество иных жанров. От детективов до мелодрам, от научпопа до сказок для детей и стихотворений. То, что нигде больше не найти, кроме как в нашем закрытом городе Варгарте. Так что выбирай хороший, кем ты будешь в нашем городе. Жителем, воином, хранителем или представителем семьи Варгартерионов. Получай ключи от своих улиц и отправляйся в путешествие изучать все его тайные закоулки, хранящие неожиданные и приятные сюрпризы. Для первой сотни новых жителей города я разыграю в прямом эфире подарки от наших жрецов ужаса и торговцев города. Так что откладывать ни к чему. Тем более, что каждый из вас подписавшись не только получает столько вкусностей, но и правда помогает мне приобретать лучшие истории у лучших авторов и поделиться ими с вами вашей любимой озвучка. Вот, к примеру, Ведьмин Шабаш 2 и новая серия Ведьмака Клима прямо сейчас уже ждут момента попасть в ваши наушники и сердца. Ссылка на доступ в закрепленном комментарии. И спасибо, господа, вам за то, что вы есть. Все эти три года, или кто-то всего пару недель, но благодаря вам я могу создавать для вас нечто, надеюсь, уникальное и открывать при этом свое сердце чему-то новому, укрываясь от отчаяния, иметь такой парус, как вы и ваша поддержка. Да прибудет же и попутный ветер с нами хороший. И даже если все маяки разбомбят, мы по звездам найдем путь к семье и покою, лишь бы знать, что ты не один. Спасибо вам, что я не один. Надеюсь, и мой голос почти каждый вечер перед сном, и сотни других наших слушателей, собирающихся, как у костра, послушать вечером истории, дарят вам ощущение опоры в этот беснующийся час. И именно поэтому я не говорю, что якобы ухожу с ютюба и не пугаю закрытием канала и так далее. Нет, хорошие, я по-прежнему с вами и здесь в ютюбе. А для тех, кто хочет собираться у нашего костра чуть поближе и согреваться чаще и уютнее, разгадывая на небе созвездия новых удивительных сюжетов, жду вас в нашем городе Варгарте. Спасибо, и как всегда, надеюсь совсем скоро снова услышимся. Спасибо, и . Субтитры и